Ребята, всем привет! Вот мы и прилетели в Грузию, в Тбилиси. С чего начинается любая страна видеоблогера? С того, что он начинает искать интернет. Благо, в Грузии мы интернет нашли сразу. Поэтому зашли в банкомат, сняли 100 лари, с карты списалось 3300 рублей, грубо. Идем покупать симки. Нам бы хотелось все три дня быть с интернетом. 4 гигабайта нам хватит для меня. По-моему, конечно, в ходе. Так, для чего? А какой симка хотите? В пятый. iPhone 5? iPhone 5. 5 лари ставите. А вы для разговоров не хотите? Нет. Тогда 5 лари, будет 7 лари. Потому что если вы 3 лари поставите, тогда 7 лари поставите. Тогда 7 лари поставите. А что? Да, тогда 10 лари. Тогда 15 лари. Тогда 15 лари. стоит 4 гигабайта. Нет. 10 лари стоят. 5 лари стоят. Это 7 лари стоят. Чтобы вы понимали, что такое 15 лари, это надо умножить на 30 рублей. Получается 450 рублей. Правильно, да? Это что? Долларом, да? Не знаю. Вот такие дни были. Красивые. Маленькие, 2 дни. 100 лари стоят. Это 3 тысячи рублей. А? Три триса даже. Ну, три триса даже. Потому что комиссия. Ну, короче, да. Я сейчас снял 100 лари. Меня списали 3 300. Все, мы на 3 дня обеспечены интернетом. Сейчас мы ждем нашего друга Георгия. Он нас встречает. И мы едем сразу за вино. Может, поедим сначала? Берем вино, едем есть хим халли. Я приехал тебе в гости. Ты снимаешь что ли? Да, снимаю. А только что начал снимать. Как я тебя не знаю? Ты же сейчас будешь рассказывать про свою красивейшую страну. Что ты мне скажешь? Куда мы сейчас едем, Георгий? Объясни. Это, видимо, здание аэропорта Стара, да? Да. О, полиция, Оля. Смотри, она вся стеклянная. Ребят, смотрите. Вот видите, здание мы проехали. Все полицейские участки полностью стеклянные. А почему? Борьба с коррупцией. А почему? Насильнее, чтоб не били тебя. Чтоб не били тебя. Что если тебя будут бить в полицейском участке, чтоб было видно. Да, Георгий? Да, чтоб все видели, как тебя бьют. Чтоб всем в магазине было. Чтоб другим было. Чтоб другим было. В назидание. Ну что, куда мы двигаемся, Георгий? Куда скажешь? Ресторан. Ресторан. Подожди, где? Кипра тупаем? Да, рядом готовлю. Там очень вкусно и готовлю. Хинкали, вот ты куда едешь? В Гудаули, это страна Хинкали, да? Оттуда идет Хинкали. Тут Хинкали там кушать, да? Это оттуда. Я там буду тоже кушать их утром, днем и вечером. Нет. Но я хочу Грузию начать с вина и с Хинкали. Да, из Хинкали. Хинкали вечером ты нашуешь? Я и вечером хочу Хинкали, и сейчас хочу Хинкали. И вина, бутылку хочу выпить. Всегда кушать Финкали, какашки, в воде. Не знаю. В моментах все лампиши. Вот так нас встречает Грузия, а полгода назад она была зеленая, зеленая. Красивая. Она сейчас красивая. Нет, летом она красивая. Она зимой красивая. Да, слушай, вообще сейчас. Сейчас Грузия популярная. Очень стала, да. Так она и была такая. Мы просто раньше не ездили. Нам что, подавай там какой-нибудь. Нет, вам не говорили, да? Говорили, что все очень плохо тут. Нет, у меня просто... А, я слушала радио, и Грузия была по статистике, короче говоря. На втором, то ли на третьем месте посещает. Сейчас, да? Мол, года. И вот, ну короче говоря, с 2000 года. Пусть будет так. То ли второе, то ли третье место. Русские вспомнили просто о гостеприимстве грузинов. И рванули все сюда. О, наш самолет полетел, Гея. Да. Вот мы на нем прилетели. Он уже успел заправиться, загрузить порцию грузинов. И прилетели в Москву. На самом деле, из всего самолета грузин у нас не как-то много. Много, много, очень много грузин было. Очень много. Они по каждому, по каждому одежде были. Не-не, везде были. По каждому одежде, да? Да не-не, много было грузин вообще. Какая техника работает? Масс. Супер масс, я бы сказал. Даже так? Не, слушай. Ну вот техника, конечно. У кого-то хорошее. У кого-то хорошее. У кого-то хорошее. Что мы сейчас, к Куру переезжаем? Да, сейчас Куру переезжаем. Ребята, река Курана, которая стоит Тбилиси. Ну почему этот Красс снимаете мост? Ничего не сломать. Я не министерство. А, слушай, вот это же известный мост, да? Да, мост любви. Любви или мира? А, мира, да. Не, ну правильно называется он мост мира. Где мы были-то? В Венеции? Не-не, это очень известный мост здесь. А знаешь, как ее называют? Прогладка Кефли. Ты видишь, какая форма у него? Прогладка Кефли. Ты видишь, какая форма у него? Хорошо без снега здесь, да? Слушай, вот мне нравится такая, вот я бы хотел жить, мне кажется, вот мне комфортно так жить. То есть ты живешь во всяком, где плюс 5, плюс 9, плюс 10, а захотел покататься, полчаса, и ты в горах, в снегах. Игорь, это точно так же, как у нас сейчас. Это так же, как в Андорре? Так же, как в Андорре, да. Ну, в Андорре. Георгий, ну расскажи, куда ты нас привелся? Да. Хотел ты Хинкальми, поедем Хинкальми. Будем есть Хинкальми? Да, больше Хинкали, поедем. Да, больше Хинкали. Блин, ну думаю, может еще кроссовочки себе купить. Да блин, в зимних кроссовках приехал, здесь так тепло. Я же подумал, что мы в горах будем. Нормально, да? Как раз семерки, твой номер. Грузинский. Слушай, тут одни семерки, что грузины только на семерках ездят, да? Ну это же без проблем можно взять. Не, я знаю, у вас бы тут заплатил и пошел купил любой номер, да? Не то, что там с кем-то договариваться, как кто-то там. Армянские номера, у нас армяне же едят на семерку. Армяне, я знаю этого, дом армянина. Да? Как зовут его? По-любому. Ты что мне заговорил? Дом закончился, епид. Дом закончился. Все, мы дошли уже, Оля. О, тут по-русски написано, да? Открыто. Девушка, а что вы такое нам принесли? Знаешь, я по-русски сказала, почему, говорит, они нас по-русски не спрашивают. Мы, говорит, ответим. Что принесли? Объясните. А если когда надо сухой сухой сухой? Нахлоп. Эх, хер его знает, говорит, на кухне что было, а то и принесли. Я не помню, что вы заказывали. Это, короче, это молоко, когда сыр вытаскивают, там начинается, там, ипеть, ипеть, что-то там, какие-то листья делают, это с молока там. Короче, вкусные сыры. Это сыр получается? Это типа сыра там. Это либо сыра, либо творога? Да. Что-то среднее. Сыр. Вот это что у нас? Это сулугуни. Это сулугуни. Это, это баклажаны с чем? С орехами. Баклажаны с орехами, тут с этим, с грецким орехом, да? Ну, а это помидоры-огурцы. Тоже с грецким орехами. Нет, это да, тут тоже с орехами, да? С какой-то начинкой, с приправой. А Маклеп не ест? Она это, это не хлеб. А что это? Кукурузное. А что это? Тем более не ест. После Мексики. После Мексики. А там, потому что все кукурузное в Мексике. Знаешь, как вода еда? Попробуйте. Я тоже после Мексики. Я, короче, после Мексики приехал, пошел в наш ресторан. Как его? Где мы ели-то там все время? Золотой дворик? Как он? Золотой дворик. Сула. Ну, ты понял. Китайский, который бывший. Заказываю себе бизнес-ланч, салат, суп съедаю. Не лезет больше, не могу. Думаю, что за фигня. Наверное, не голоден. На следующий день прихожу, опять такая же фигня. И понял, что в Мексике желудок просто стянулся. Настолько мне не понравилась еда в Мексике, что у меня желудок стянулся. Чувствуешь? Ну что, давайте, ребята. Джейорги, давай, скажи нам тот по-грузински. Скажи по-грузински, что ты начинаешь? Будем? Будем. Не, я правда, честно говоря, после часа так получается, в моей жизни, что вот так вот. Ну, я всегда рад. Вот, когда приходят, я, вроде, говорю, я очень рад. Я вообще очень, как, в гости приезжаю. Сейчас он договорится, мы отсюда и не уедем. Не, я есть права, нет. Я, правда, очень рад. Добро пожаловать. Я думаю, что, я думаю, что еще приедете и будет все хорошо. Все будет хорошо. Да нет, вы че? Я просто тастою. Я тут тастою вообще не говорю, они все это, они все это, надо мной ругаются. Точно, точно. Как ты говорил? Свой среди чужих, чужой среди своих. Я всю жизнь разжил. Свой среди своих, свой среди чужих. Я в России вроде как свой был, но чужой. И кто-то приехал вроде и свой, а чужой. А сегодня будет? Да, да, я же так. Короче, грузины, вот за грузином они считают. Почему? Потому что он не умеет говорить тастою. Я как не умею. Еще как умею. Все хочу. Так, все, наливайте себе побольше. Я тастою и танцую, и пою. Правда, херово. Только я это же делаю. Георгий, а что это такое нам принесли? За то, что я заказывал? Это это. Хачапури. Хачапури. Хачапури? Это хинкаль, это то, что я хотел. Это вещь. Оля, смотри, я тебе лайфхак подскажу. Берешь салфеточку, разрываешь. Ты это придумал только после того, как я тебе рассказал, сама ты придумал в Сачах. А что такое? Это когда в хинкале берешь салфеточкой, чтобы руки не марать. Нормальный грузин так не делает? Как назвали это? Лайфхак. Ну это лайфхак называется. Какое-то действие для облегчения жизни. Только чуть перцем ему облегчить. Горячее. Надо держать вот так. Не так. Покажи. Горячее. Я так держу. Вот отсюда. Надо держать одну рукой так, другой так. Откусываешь. Да, я не знаю. Они горячие. Сейчас я немножко. Что, они только-только же. Делайте это. Горячее. Его сейчас нельзя вообще. Нет. А вот смотри, как я сейчас возьму. Горячее? Горячее. Мне больше не надо. Вот то, что я хочу. Извращение хиньками. Вот так-то надо, да? Да. Сначала надо откусить. Да, и потом и пить. Божественно. Как говорят мои друзья котлы, вкусно? Во-первых, говно. Во-вторых, мало. Ммм. Ребята, я кончил. Два раза уже. Некоторые тоже кушают. А в зачах написана прям инструкция на салфетках. Ну, на нашей салфетнице. И там инструкция как есть. Так что вот этот хвостик, он не ест. Некоторые кушают. Слушай, нет таких хинькалей в России. И быть не должно. Их нет, и быть не должно. Как вы когда дуете, туда поставьте? Нормальное все что-то? Ты себе дуешь? Я не дую, чтобы я не дуешь. Нет, нет. Нормальное. Вот знаешь, по внешнему виду можно спутать с нашими мантами. Ну, нет, конечно. Не с нашими? Нет, ну по внешнему виду. Видни с ним тоже не похож. Да, они не похожи, говорят, что ты привлечиваешь-то? Ну как не похожи? например туда приедет я ему показываю городом спрашивает поэтому не знаю них что-то расскажу там какой-то зверь придумаю какой-то не бюджет проверить или переправить христианцев то явно появилась на руси раньше чем грузии как христианство на руси появилась идет похоже мне кажется 28 алфавита откуда взялся царь что-то короче георгий застеснялся сбился сбился не наелись напились и решили подняться посмотри грузинские танцы георгий нас влебезно пригласил на второй этаж в ресторан гиганты народу и фига на второй этаж то чертеж спортивном костюме гердий нечувствую спортивном костюме а где танца и лучше всего видно можно повернуться отсюда пусть оттуда сейчас нашелся танца иди кайфане почувствуй украинцев ребята украинские грузинские рестораны сидят в трениках иди кайфан иди кайфан иди куше ну-ка ну-ка иди кайфан иди кайфан на Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»